Вода невероятной силы стихия, которую удалось приручить человеку. Мы заключили ее в бутылке, пустили по трубам для бытовых и развлекательных целей. Вот только уверены ли мы в качестве того, что льется из кранов в наших квартирах? Здравствуйте, с вами программа «Квадратные метры» и ее ведущая Полина Булгакова. Сегодня мы поговорим о проблемах и перспективах островного водоснабжения. Сахалинцы делятся на два типа. На тех, у кого нет претензий к воде из-под крана. И на тех, кто устал бороться за нормальную подачу и качество вытекаемой жидкости. Последняя проблема знакома жителям районов. Здесь в дома поступает не просто грязная, а техническая субстанция. Нынешние системы очистки не справляются со своими задачами. Есть водозаборы поверхностные, которые забирают воду из рек. И там проблема не совсем с песком. То есть песок, в принципе, можно от него избавиться, очистить механическими фильтрами. А проблема наличия большого количества железа и других химических элементов, которые требуют именно серьезной подготовки, то есть очистки. Такая проблема остро стоит в Александровске-Сахалинском. В прошлом году жители города и окрестных сел рассказали на встрече с губернатором, что даже сапоги после огорода такой водой помыть невозможно. Потому что люди только моются, технические посуду помыло и все. А варить и кушать люди не носят с родников. Многие, большинство со мной согласятся, что ходим на родник. Но у нас люди очень много пожилых, которые в течение не могут просто ходить на родник. И пользуются. Даже там весной вода вообще не какая. Жители района еще тогда пообещали не оставить в беде. А потому разработали план строительства новой системы водоснабжения. Разговорами не обошлись. С каждым днем все ближе тот момент, когда в Александровске-Сахалинском будет качественная вода. Значительная работа на сегодняшний момент проходит в Александровске-Сахалинском муниципальном округе. Там действительно самая сложная ситуация с качеством воды, наверное, на всей Сахалинской области. Там проект состоит из трех этапов. Первый этап уже на сегодняшний день готовность 63%. Это строительство станции первого и второго подъема. Второй этап, также на сегодняшний день существует контракт. Это строительство административного блока с резервуаром чистой воды. И третий этап предусматривает подключение, переключение к этому водозабору, этим сооружениям, уже непосредственно сетей водоснабжения. Завершить работы планируют в 2022 году. Но проблема с качеством, текущей из-под крана жидкости, сохраняется в Углегорском, Паранайском, Ахинском и других районах. А потому решать ее нужно комплексно. Для этого сейчас на территорию региона внедряется национальный проект «Чистая вода». На сегодняшний день в эту программу входит 52 мероприятия. Сумма финансирования о полтора миллиарда рублей и только около 700 миллионов рублей на этот год. В рамках этой программы предусмотрено строительство очистных сооружений на водозаборах, станции первого и второго подъема, строительство сетей водоснабжения, либо строительства, либо замена. И в некоторых районах, где достаточно сложная ситуация с подготовкой воды, например, строительство станции обезжелезования. В рамках проекта уже возводят водоочистные сооружения на реке Малка в Хомском районе. Правда, не без сложностей. Строить их начали еще в 2017 году. Должны были сдать в конце 2019-го, но тогда на объект зашел подрядчик, который не смог выполнить условия договора. Как результат, два года прошло, а до завершения еще далеко. Тянуть кота за хвост и дальше не стали, заменили исполнителя. Теперь перспектива получить чистую воду в ближайшем будущем реальна. Основная поставка оборудования планируется в октябре месяце. Сейчас у нас идет планировка территории, благоустройство, в том числе работы в основном здании, резервуары чистой воды, водонасосная станция. Общая производительность станции составляет 5200 кубов в сутки. Водонасосная станция 658 кубов в час. По проекту станция водоподготовки относится к первой категории надежности. Она станет одним из основных источников, снабжающих холм с питьевой водой. Работать предстоит круглосуточно. Контролировать процесс будут 18 специалистов. Бесперебойную подачу обеспечат 6 насосов, в том числе 2 резервных. Прежде чем попасть в дома, жидкость должна пройти через 3 степени очистки. Непосредственно сюда прямиком с плотины поступает вода. Проходит здесь 3 степени очистки. Это хлорирование, потом насыщение кислородом. И третья степень, это самая конечная, это проход воды через грандиоритовый песок. Затем она и проходит в насосную станцию. Но и это еще не все. После станции водоподготовки жидкости нужно еще немного постоять в специальных резервуарах. Вода переходит непосредственно уже в резервуары чистой воды. И с них уже поступает на станцию второго подъема. Откуда уже непосредственно нагнетается нужное давление для подачи по населенным пунктам и в город Холмск. Чистую воду получат 15 тысяч абонентов. Это жители Холмска и Яблочного. Завершить все работы должны в декабре этого года. А в другом районе проект поможет не столько населению, сколько природе. В Корсакове сейчас возводят полноценную систему очистки сточных вод. Станция, расположенная на окраине города, уже приобретает черты современного комплекса. Он будет состоять непосредственно из здания специальных резервуаров, насосных станций и трубопроводов. Пропускная способность до 10 тысяч кубометров воды в сутки. Сдача у нас объекта запланирована на декабрь месяц 2021 года. Сейчас на данный момент у нас выполнено 90% строительно-монтажных работ, именно подготовки фундаментов и всего, скажем так, основания. И сейчас следующим этапом у нас законтрактовано с поставщиком оборудование. Сейчас будет завозиться оборудование, устанавливаться оборудование, пусконаладочные работы. Ну, мы в графике. Строительство, а вернее реконструкция идет уже второй год. По проекту это будет комплекс из нескольких бассейнов с четырьмя этапами очистки воды. В итоге все стоки из города будут доведены до нормативов, которые позволят осуществлять сброс в море без ущерба окружающей среде. Раньше в Корсакове о таком можно было только мечтать. Ориентировочно были построены в начале 80-го года, плюс-минус, возможно, пару лет. Сейчас они в состоянии, скажем, на 90% ветхом, нерабочем состоянии. Так что фактически то, что мы сейчас строим, это будут, во-первых, полноценные очистные сооружения для Корсакова. Также будет небольшая станция стоять для очистки ливневых, там будут они разделяться. Все будет с города, конечно, сюда приходить. Потому что у нас второй и третий этап просто включает уже реконструкцию самого города Корсаков. Ремонту подвергнется канализационная и насосная станции, коллекторы и внутренние сети со всего города. Параллельно местные администрации хотят получить финансирование на замену аналогичных систем в прилегающих населенных пунктах. На сегодняшний день они не просто не соответствуют современным стандартам, а находятся в нерабочем состоянии. Сейчас у нас есть проект на очистные сооружения, строительство очистных сооружений Озерск, строительство очистных сооружений Соловьевка и также строительство очистных сооружений Новикова. Сброс сточных вод – один из трех факторов загрязняющих район. После того, как удастся победить эту проблему, власти будут думать, как одолеть две других. Загрязнение атмосферного воздуха автомобилями и котельными, а также вопрос с ликвидацией отходов. В Горнозаводске тоже появится современная станция очистки. Она позволит убить двух зайцев сразу, улучшить экологическую обстановку и снизить нагрузку на основную систему. Комплекс, который сдадут в этом году, заберет стоки с психоневрологического интерната и многоквартирного дома, которые расположены в 100 метрах от строящегося объекта. Такое соседство позволит снизить количество возможных аварий, а если это произойдет, сократит время ликвидации последствий. До ближайшей станции, где она уже попадает в канализацию городскую, здесь где-то порядка километра 200 метров. То есть вот это все трубы, которые лежат под землей, с учетом сейсмики и всего такого прочего, может быть совершенно любой исход. Поэтому было решено, что максимально приблизить. По самотечной канализации стоки поступают сюда, дальше они уже по технологическому оборудованию очищаются. Задача станции – максимально очистить поступающую сюда жидкость, чтобы она безопасно могла дальше уйти в водоемы. Здесь уже установлено специальное оборудование, которое не оставит отхода ни шанса на существование. Это устройство отделяет грязь, ил и прочие бактерии, так сказать, от чистой воды, когда попадает сюда канализация, тут мешковины. Грязь, ил остается в мешковине, чистая вода уходит в речку. А вот грязь отправят на съедение специальным бактериям. Таким образом, комплекс обеспечит безотходное производство чистой воды. Система будет перерабатывать в сутки до 60 кубических метров поступаемой жидкости. Снаружи появится насосная канализационная станция и дизельная электроустановка, которая обеспечит комплексу бесперебойное питание. Работы должны завершить к ноябрю этого года. Строители идут четко по графику. Рабочий день у нас с 8 утра до 7 вечера. Неделя шестидневка, неделя пятидневка. Пилим железо, трубы, отопление, всякий металл. Повышение качества воды региональное министерство ЖКХ добивается в рамках реализации нацпроекта «Чистая вода». В 2019 году завершено строительство сетей водоснабжения в восточной части Анивы, сел Воскресенское и Песчанское. А уже в начале июля текущего года в Паранайске начала работать станция обезжелезивания, которая позволит снижать до нормативных показателей количество этого элемента в воде, поступающей в квартиры и дома жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова